Друзья, добрый день! Я хотела бы сегодня поподробнее вас познакомить с самым посещаемым местом Полоцка. Это Спасо-Ефросиньевский монастырь. Прекрасная снежная погода, несмотря на то, что только ноябрь, но весь Полоцк замело снегом, и мы с вами в эту предрождественскую, предновогоднюю погоду отправимся в Спасо-Ефросиньевскую обиду. Когда я только планировала свою поездку в Полоцк, мне порекомендовали обязательно посетить монастырь Ефросиньи Полоцкой. Я, конечно, о ней ничего абсолютно не знала, и первая мысль, которая у меня возникла, наверняка это какая-то местная святая. Оказалось, что это главная покровительница современной Беларуси. Кем же была Ефросинья Полоцкая? Придислава, так ее звали в миру, родилась в XII веке в княжеской семье, то есть относилась к роду Рюриковичей. В возрасте 12 лет она сознательно решила принять монашеский постриг и посвятить себя службе и просвещению. Тогда же в XII веке Ефросинья и основала эту обитель. Поскольку это монастырь, нужно обязательно заходить на его территорию в юбках, а спас это всемирское обитель, это туристическое место. Здесь очень много паломников, поэтому... паломников. Поэтому при входе есть и юбки, и платки. При входе есть и кошечка, которую мы чуть позже накормили монастырской булкой. На территорию древнейшего монастыря Беларуси нас ведут врата Звонницы. Они были воздвигнуты в 1882 году, как одноарочный пролет, перекрытый цилиндрическим сводом и завершенной башней Звонницей. Монастырь был основан в 1120-х годах, полоцкой княжной Ефросиньей на правом берегу полоты, приблизительно в двух километрах севернее центра древнего Полоцка. Будучи изначально православным, монастырь оставался таковым до 1579 года, когда король Стефан Баторий, освободив город от русской армии, передумал монастырь со всеми угодьями к католическому ордену иезуитов. Мы с вами видим сейчас здание, которое входит в комплекс. Это монастырский корпус с вратами Звонницы. Это Крестово-Звиженский собор конца XIX века, Спасо-Преображенский собор и теплая трапезная справа. Ну и опять же монастырский корпус, пристроенный к Звоннице Спасо-Преображенской обители, а наверху образ Ефросинии Полоцкой. Ну и забыла сказать, что монастырь женский. Это здание больше всего обращает на себя внимание Крестово-Звиженский собор, построенный в XIX столетии в таком иезатинском стиле. И сегодня в этом храме хранятся мощи святой Ефросинии. Но бесспорно, самым рекомендованным памятником территории Спасо-Ефросиниевской обители является вот этот храм XII столетия, который сегодня затянут реставрационной сеткой. Это храм Спасо-Преображенский, который был развезен по распоряжению самой Ефросинии в XII столетии неким Зодчим Иоанном. И храм является уникальным памятником Полоцкой архитектурной школы. Давайте подойдем поближе к храму XII века. Как вы понимаете, внутрь мы не можем попасть, но снаружи разместили фотографии на больших баннерах с фресками XII века. Эти фрески были недавно обнаружены, и находятся они непосредственно внутри храма. К сожалению, не можем туда попасть, очень грустно по этому поводу. Но все же уникальный опыт реставрации. Белорусские музейщики переняли у российских эти рисунки. Переставали, обнаруживали форт масляной краски XIX века. Судьба этого храма, она интересная, сложная, многогранная. С XII столетия прошло очень много времени. Вспомним даже тот момент, что в 1579 году, когда Степан Баторий вошел в Полоцку, он передал эту православную обитель иезуитам. И только уже в период, когда Полоцк находился в составе Российской империи, в 1840-е годы возрождается здесь православная жизнь. К концу XIX века строится обительство раздвиженских храмов. Рассвет его, можно сказать, приходится как раз-таки до конца XIX, начало XX века. Связано было усиление почитания культа Ефросиньи Полоцкой с тем, что наконец-таки ее мощи перенесли из Киева в Полоцк в 1910 году. Дело в том, что в свое время она скончалась в Иерусалиме, затем мощи оказались в Киеве, и ввиду политических передряг не были доставлены в Полоцк. Полоцкая епархия неоднократно обращалась в Святейший Синод в XIX веке, начале XX с просьбой вернуть мощи святой Ефросиньи. И только в 1910 году Николай II не отказал. Можно сказать, что расцвет почитания Ефросиньи Полоцкой пришелся на 1910-1914 годы. В это время сюда приезжает огромное количество паломников, в том числе и именитох. В Полоцком музее книгопечатания я взяла фотографию великого князя Константина Константиновича Романова, сделанную в 1910 году у входа в этот крест и воздвиженский храм. Кроме него присутствовали также такие августейшие особы, представители семьи Романовых, как Ее Величество Королева Греции Ольга и Великая Княгиня Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Маринской обители в Москве. Можно представить, каких масштабов было празднование в 1910 году. Были изданы путеводители по городу, открыты гостиницы, трактиры. Сделаны серии фотографий, в том числе в Полоцке побывал Сергей Михайлович Прокозин-Горский и выполнил свои знаменитые цветные снимки. Но уже в 1915 году в связи с приближением немцев к Полоцку, святые мощи, множество икон и другие монастырские ценности были эвакуированы в Ростов-Великий. Значительная часть церковной утвари монастырских вещей была утеряна. После революции и с установлением советской власти в 1928 году монастырь был закрыт. В годы оккупации нацистскими войсками он снова возобновляет свою деятельность. Продолжает работать монастырь и после окончания войны. Но в 1960 году обрушивается новая антирелигиозная кампания. Монастырь закрывается, разрушаются постройки. И лишь в 90-е он возрождается. Сегодня Спаса Евросиневская обитель – это центр паломничества. И действительно, место заслуживает внимания. Ну а я благодарю вас за то, что вы уделили внимание этому ролику. Обязательным пунктом программы вашей при посещении Спаса Евросиневской обители должно быть это трапезная, где готовят очень вкусную выпечку, особенно ковришку, и наливают горячий чай, кофе. В столь холодную погоду. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok